Начинаем ностальгировать. Это центральный рынок образца 2002-го. Там, где сейчас парковка, еще стоят торговые палатки, а наши новости выясняют, насколько безопасны новогодние маски. Сейчас вообще маски нас не устраивает. Раньше они же были бумажные, натуральные все, а сейчас все это подозрительно, не знаю. Годом позже в этот день мы рассказывали про, кто бы мог подумать тогда почти вечную проблему города. В Саранске закрыли пятую дорогу. Случилось это по, кажется, вечной причине. Подвел очередной мост. Ночью тоже здесь будет перекрыто. То есть надо людям подготовиться к некоторым неудобствам. Но всего лишь пять суток, потом зато здесь будет хорошо и красиво. Кто заметил в этом видео диво-дивное, троллейбус-гармошку, тот молодец. А мы отправляемся в 2004 и 16 декабря. В городе объявили войну нелегальным постройкам. Не соответствовали они представлению о прекрасном главного городского архитектора. Выход тут 11, убрать. В 2010-м, именно 16 декабря, украшали к предстоящему празднику Советскую площадь. Посмотрите, какой она была 12 лет назад. Тут и горки, и фигуры, и ящик для писем Деду Морозу, и даже ледяные скульптуры все еще рубили. А эта история, словно из вселенной DC, случилась в 2016-м. Только не Бэтмен спасал Саранск, а девочка из Саранска спасла не до Бэтмена. Услышала, что кто-то скрябается в окно. Там какой-то зверек. Она махала крыльями и не могла взлететь. Она очень сильно примерзла к окну. Прилипшую к подоконнику мышь спасли известным способом. Отлили теплой водой, а потом отправили в зоопарк. В 2020-м только-только в этот день в Саранске открылись елочные базары. И ассортимент, прямо скажем, был скромным. В 2021 году в Саранске случилось едва ли не самое большое разочарование. В октябре горожане изображали Новый год для фильма «Елки-8». А в назначенный день, 16 декабря, премьеру бойкотировали все кинотеатры столицы Мордовии. И посмотреть на себя можно было только в Розаевке. Таким было 16 декабря последних 20 лет, а мы продолжаем архивировать историю республики, чтобы спустя время вспомнить сегодняшние события вместе с вами. Светлана Лашина, Наши новости.